давайте начнем тему екатерина уже озвучила я планирую идущую я немножко совсем расскажу о линейно-спектральной теории и о том что такое ударно-спектр для чего поскольку является основой для этого вида расчетов далее расскажу о базовых возможностях и мысима стал анализов только на ударные воздействия мы будем рассматривать расширенные возможности не сначала есть смысл поговорить о базовых возможностях затем мы рассмотрим основные функции дополняющего модуля это сесть никто цене сколько слов о расчетном модуле который тоже входит в состав но на самом деле основные функции графической среды практически совпадают с возможностями расчетного будет два в одном заключение несколько слов о целесообразности это в дополнительном модуле сесть никто в конце я надеюсь что останется время на вопросы давайте в такой последовательности слышно меня екатерина да слышно тех у меня артефактов нет экране там не сообщают что мне были какие-то сейчас нет все хорошо видно я вроде все убрал сначала несколько слов о том о каком виде анализа вообще идет рейс дело в том что довольно большое количество внешних воздействий являются в значительной степени случайно их сложно описать я в первую очередь это относится конечно где на 3 7 то есть мы понимаем что землетрясение могла случается в принципе накоплен небольшой опыт наблюдения за ними записи есть аксерограммы и так далее но речь идет о том чтобы построить такую конструкцию сооружение которое выдержит землетрясение в будущем а какие они будут в будущем никто не знает конкретную аксерограмму очевидно мы можем вместе с этим нужно как-то охарактеризовать возможное воздействие от землетрясение и для этого придумали так называемый удар русский это способ охарактеризовать набор внешних воздействий на основе них амплитудных составляющих в данном случае мы говорим о том что фазовую составляющую в какой фазе придут волны мы не знаем и мы и не будем ее учитывать а амплитудную составляющую мы знаем знаем из зависимости от чистоты более-менее из опыта наблюдений это известно и вот и и видео ударного спектра мы и будем применять существует линейно-спектральная теория основана на допущениях о которых я сейчас сказал о том что мы характеризуем воздействие видео спектра линейно-спектральная теория позволяет отклик деле на воздействие которые заданы в виде вот такого амплитудного ударного спектра и этот отклик предсказывается в виде комбинации собственных форм колебаний с так называемыми факторами участия с ударным спектром или несколькими ударными спектрами в разных направлениях и таким образом получается некий отклик на вот такое внешнее воздействие который может в дальнейшем быть использован конструкторских решений в чат искать для того чтобы определить по сути дела будет обеспечена несущая способность у этой конструкции или не будет при заданном уровне внешнего воздействия таким образом сам ударный спектр характеризует воздействие ну или если быть точно то группу воздействий которые мы прикладываем и надо сказать что сам ударный спектр его можно формировать или генерировать с помощью массе иностран это немножко за рамками нашей сегодняшней дискуссии то есть мы в основном будем сегодня рассматривать приложение внешней нагрузки в форме ударного спектра но тем не менее в самом начале хочу отменить в массе на стран присутствует функция создания ударного спектра и она может быть важна в случаях когда изделие которое мы проектируем ну например какой-то механизм или какое-то технологическое так сказать оборудование мы его размещаем не на уровне земли а например на каком-то этаже многоэтажного здания в этом случае спектр на вот этом этаже будет уже другой по сравнению со спектром на земле как правило вот те организации которые занимаются именно землетрясениями они знают что будет на земле они выдают спектр на земле и в принципе для того чтобы пересчитать можно провести расчет в массе иностран и сгенерить спектр именно для нужной для нужной точки уже в конкретном здании сооружений хотя для этого нужно будет провести расчет во временной области что тоже представляет определенные интересы и определенную сложность в плане исходных данных и в результате этого расчета и массе иностран может сформировать ударный спектр а дальше этот ударный спектр можно уже прикладывать к изделию и проводить расчет спектрального отклика расчет на ударные широкополосные воздействия с этим спектром с внешним воздействием теперь несколько слов о базовых возможностях иностран по расчету уже отклика на воздействие представлены в виде ударного спектра по расчету спектрального отклика здесь следует отметить что возможности есть они представлены в виде последовательности решения для расчета собственных частот и форм собственно говоря собственные частоты и формы и являются основы для этого вида анализа и в массе иностран можно ввести дополнительные настройки для того чтобы провести этот вид расчета в дополнение к собственным частотам и формы но основные виды это непосредственно можно ввести спектр в расчетную задачу можно ввести семейство спектров если это требуется это часто бывает нужно для того чтобы учесть демпфирование можно ввести саму величину демпфирования можно задать ее различную различных частот если это требуется дальше можно в принципе комбинировать модельные отклики то есть отклики по каждым формам по каждой форме собственных колебаний различными способами ну вот здесь основных способов это три это абс то есть взять и сложить все по модулю срсс это корень из суммы квадратов по всем откликам и нрл это на вайдре сейш лап это американская ну скажем так регулирующий орган который стандарты регулирует в области объектов использования атомной энергии и они разработали собственную методику которая тоже в миссии на стране реализован по комбинированию модальных откликов вот эти три способа плюс к этому можно комбинировать отклики по различным направлениям плюс к этому можно выводить так называемую комбинации уморка по различным направлениям это означает что по одному направлению у нас воздействие приходит стопроцентной амплитудой а по двум взаимно перпендикулярным другим направлениям определённый процент задаётся от внешнего воздействия. И они комбинируются с учётом их знаков. В разных направлениях они могут иметь разные знаки. И таким образом у нас есть возможность вывести вот такие комбинации ньюморка, вот этих воздействий по различным направлениям. И в этом случае мы можем получить более точную обоснованную картину. В массе иностран всегда используются методы больших масс. То есть нужно в расчётную модель включить большую массу и присоединить, как правило, через жёсткую связь, через RBE2 элемент это делается, присоединить саму упругую конструкцию. И вот эту большую массу нужно обязательно включить в расчёт. Таково, скажем так, такой базовый функционал MSC иностран. Плюс к этому есть возможность вычисления кросс-модальных коэффициентов. Это так называемый метод CQC, Complete Quadratic Combinations. И кросс-модальные коэффициенты вычисляются по методу Куригиана в MSC иностране. Только один вариант. В базовой поставке MSC иностранных ход. Вот, в целом, таковы возможности MSC иностран по этому виду анализ. Ну и анализ, естественно, проводится с определёнными допущениями. Они относятся как к базовым возможностям MSC иностран, так и к сейсмиктуке. То есть в первую очередь анализ производится в линейной постановке. Ну, это и понятно, раз мы вычисляем, собственно, частоты и формы, значит, мы линейализуем систему. Но возможно применение постоянного клеевого контакта. То есть контакт, который постоянно присутствует. Это тоже линейная постановка задач. Объект исследования, то есть наша упругая конструкция, прикреплён к некому подвижному основанию. Основание имеет настолько большую массу в сравнении с объектом, что колебания объекта не оказывают влияния на движение основания. Ну, примеры, понятно, это здание или сооружение, находящееся на Земле. Очевидно, что по сравнению с Землёй всё равно здание очень малую массу имеет. Или это сравнительно малый узел в составе большого массивного изделия. Ну, например, вот какой-то компактный блок электроники относительно лёгкий в сравнении с массой ракеты-носителей. Очевидно, что ракета-носитель – это тысячи тонн, а блок этот может весить десятки или сотни килограмм. Совершенно другая масса. Компактное изделие на столе вибростенда также может быть таким примером. И, в принципе, весь этот подход, анализ на спектральный отклик, также может быть применён к анализу воздействия при виброиспытаниях. Отклик в однису выдван движением оснований, которые характеризуются ударным спектром. То есть, по сути дела, вот именно этот вид анализа предназначен для отклика от движения оснований. Демпфирование уже учтено при выборе ударного спектра. То есть, мы строим семейство ударных спектров с различными величинами демпфирования. А потом то демпфирование, которое нам нужно на данной частоте, вот мы, так сказать, на его основе берём нужный спектр из семейства. И таким образом его учитываем. То есть, в самой конструкции мы демпфирование на этом этапе уже не задаём. Мы просто вычислили собственные частоты и формы. Они, как вы знаете, считаются без учёта демпфирования. И само демпфирование учитывается просто выбором ударного спектра из семейства. Ну и комбинирование мод производится по одному из выбранных методов, о которых я уже сказал в начале. И как выбирается этот метод? Ведь, в принципе, комбинировать можно как угодно. По сути дела, это определяется нормативными документами, опытом разработки аналогичных изделий, известными данными о степени опасности сейсмических явлений для этого конкретного сооружения или объекта. Это вот что касается допущений, которые принимаются при этом виде расчёта. И теперь, так сказать, я рассказал о базовых возможностях MSC иностран, рассказал о допущениях, они относятся и к MSC иностран, и к Seismic Toolkit. Теперь несколько буквально слов о роли Seismic Toolkit по сравнению с MSC иностраном. Seismic Toolkit расширяет возможности MSC иностран. То есть, по сути дела, он базируется на базовых возможностях MSC иностран, но дополняет их другими методами расчёта нейтрального отклика. В состав Seismic Toolkit входят, по сути, два модуля. Это расчётный модуль, это последовательность решения MSC иностран, соуссейсмит, которую разработали сами вот эти разработчики Seismic Toolkit. Это сотрудники нашей компании MSC Software. И графический препроцессор. Графическая среда очень облегчает построение моделей для этого вида анализа. Соответственно, SolSysmic мы применяем вместо SolSty3. И, по сути дела, она тоже предназначена, SolSysmic, для приложения ударных спектр к расчётным моделям, но с расширенными возможностями. А графический препроцессор предназначен для подготовки расчётных моделей к решению помощи MSC иностран SolSysmic. То есть для того, чтобы для SolSysmic сделать модель, желательно применять вот этот графический интерфейс. Хотя, в принципе, это обычный входной файл MSC иностран, и он текстовый, и, в принципе, пользователь может и вручную его текстовым редактором построить. Ну и вот эти специализированные модули поставляются как сервис, дополняющий базовую систему. В принципе, мы, когда построили модель, мы её просчитали вот в этом SolSysmic, мы дальше можем обрабатывать результаты стандартного образа. Сами по себе результаты, они стандартные, в стандартных форматах, и для них достаточно стандартное приложение применять. Ну, например, вот систему Патра. У нас, в принципе, есть и другие системы, которые тоже позволяют обрабатывать такие результаты. Вот таким образом, я думаю, что понятна роль в Сейсме Toolkit по отношению комиссийно-стран. И теперь я расскажу о том, что в Сейсме Toolkit добавляет по сравнению с базовым функционалом MSC иностран. Сначала кратко. В первую очередь в Сейсме Toolkit можно применять прямой метод приложения нагрузки к узлам. То есть вот вы видели модель, которая для базового инострана. Вот видите, здесь, как правило, всегда присутствует большая масса. Вот я надеюсь, что вы видите мой указатель мыши. И она присоединена с помощью жестких связей к изделию. Это есть требование для MSC иностран-базов. Сейсме Toolkit можно применять как метод больших масс, так и метод прямого приложения спектров к узлам расчетной модели. То есть в этом случае можно не строить вот эту связь и не вводить большую массу. Это довольно хорошее дополнение, поскольку надо понимать, что большая масса является неким компромиссом, неким таким дополнительным построением, которое к самой модели, в общем-то, не имеет отношения. И нужно ее выбирать с одной стороны, таким образом, чтобы она была существенно больше по величине, чем масса самого изделия, которая рассматривается. А с другой стороны, она не должна быть слишком большая, потому что иначе возникнут численные сложности. Масса изделия пропадет на ее фоне. И поэтому ее нужно выбирать достаточно осмотрительно. И в этом иногда бывает определенная сложность. Вот такой метод прямого приложения, он точнее в этом смысле, чем метод больших масс. И он удобнее тем, что необязательно вот такую связь накладывать, как там было показано, необязательно большую массу включать в расчетную модель. Плюс к этому поддерживается приложение, различных спектров к различным точкам конструкции. И это может быть актуально для протяженных конструкций. Например, трубопровод. Вот он лежит на земле или в земле, или любая другая протяженная конструкция, мост, например. И очевидно, что в разных точках может быть разный грунт, разные опоры, разные условия закрепления и так далее. И спектры могут быть разные. И можно с помощью вот этого модуля Seismic Toolkit приложить разные спектры к разным точкам изделия. Это очень может быть полезно. Вычисление комбинаций Newmark. Здесь надо отметить, что MSU иностран выводит только половину комбинаций Newmark. Ну там их всего 24. MSU иностран стандартного в 12. Вообще матрица этих комбинаций она симметрична. В принципе, в этом есть определенная логика. Если их просто рассматривать как есть. Но если пользователь хочет их дальше применять для каких-то других целей, то возможно ему потребуется полная матрица из 24 комбинаций. Это может быть полезно для дальнейших каких-то работ по комбинированию с чем-нибудь еще. Поэтому, на наш взгляд, это интересная и нужная функция. Использование кросс-модальных коэффициентов для учета взаимного влияния колебаний по различным модулам. В MSU иностране всего один метод их расчета. В сейсмик Toolkit три метода расчета. В сейсмик Toolkit в этом смысле обладает более широкими возможностями. Учет отброшенной массы для квазистатического отклика на высоких частотах. К этому мы еще вернемся. Действительно, на относительно высоких частотах уже можно считать отклик квазистатическим. И действительно, полезно бывает отбросить высокие моды и заменить их одной модой. Эктивный отклик, по которой вычисляется на основе статического расчета. Расчет реакции, возникающих в большой массе. Значит, но сейсмик Toolkit позволяет и методом больших масс тоже использоваться. И надо сказать, что МСИНОСТРАН не вычисляет, какие реакции вот в этой большой массе. То есть очевидно, что большая масса приводит в движение объект исследования, и очевидно, что реакции на ней возникают. Но МСИНОСТРАН не предназначен для вывода этих реакций. А сейсмик Toolkit позволяет это делать. Учет преднагружения. В МСИНОСТРАН очень сложно учесть преднагружение в расчете собственных частот и форм. То есть это надо быть очень интересным специалистом по применению МСИНОСТРАН, чтобы это сделать. Сейсмик Toolkit позволяет легко это сделать, и для этого есть графический интерфейс. Комбинирование результатов расчета на ударное широкополосное воздействие с результатами статического расчета. Это практически всегда нужно. Практически всегда мы имеем дело как минимум с нагрузками от сил веса. А могут быть и другие статические нагрузки с различными знаками, в различных комбинациях приложенные. И вполне может быть, что пользователь хочет комбинировать и отклик на ударное воздействие, и отклик на статическое воздействие. Это может быть очень полезно. Это легко делается в сейсмик Toolkit. Ну и комбинировать указанные выше методы тоже можно. Вычисление усилий в узлах приложения нагрузки в виде ударного спектра, когда мы пользуемся прямым методом, и вычисление комбинации модальных откликов по направлению системы кардинок. В принципе, это есть и в базовых возможностях, и, естественно, Toolkit это позволяет, на мой взгляд, с более удобным графическим интерфейсом. Что касается подготовки расчетных моделей, то базовую модель можно подготовить в Патране, в Апексе и, в принципе, в любом другом препроцессоре, который позволяет выводить входные файлы для MSI-ностра. Достаточно файла для статического расчета. Как правило, мы предполагаем, что пользователь сделал файл для статического расчета в качестве баз. И там у него вся его конструкция имеет место. И дальше этот файл загружается в графический интерфейс систем Toolkit и дальше пользователь делает настройки именно расчета на ударные воздействия. А потом систем Toolkit позволяет уже вывести входной файл для расчета на ударные воздействия. Модификации подвергаются большинству секций входного файла. Executive Control. Там вот мы с Solution занимаем Case Control очень сильно модифицируется. И в секции BulgData тоже вводят в Sysmic Toolkit дополнительные параметры. Часть этих параметров настран стандартный не поддерживает, поэтому не следует запускать вот такую задачу именно стандартным настранным. Нужно именно в SolSysmic ее решать. То есть в расчетном модуле самого Sysmic Toolkit. Под inserts на постоянную Maxim。 Вот это стандартное Часть по Продолжение следует...